В стране полным ходом идет внедрение платных автомобильных дорог. На сегодняшний день по республике насчитывается 4 платных участка протяженностью 682 километра. До 2025 года планируется довести до 11 тысяч километров. Этот вопрос обсуждался на онлайн-совещании в службе центральных коммуникаций. Подробнее в материале моих коллег. На расширенном заседании правительства 13 июля 2021 года глава государства отметил, что внедрение платных дорог является правильным решением в соответствии с мировой практикой. В этой связи до конца текущего года планируется поэтапное внедрение открытой системы взимания платы за проезд на участках общей протяженностью 5800 километров. Кроме того, для легкого транспорта, зарегистрированного на платных автомобильных дорогах, предусматривается годовой абонемент стоимостью 1000 тенге в день. Врученные средства пойдут в копилку дорожно-ремонтной компании и будут направлены на содержание этих участков. Это в соответствии с законом Республики Казахстан об автомобильных дорогах. В рамках программы Нурлыжол поручено в 2020-2025 годах ввести закон о платности 11 тысяч километров дорог. Это на сегодняшний день составляет 45% от общего количества узлов дорог республиканского значения. В целом на ремонт дорог в прошлом году из бюджета было выделено 5,7 миллиарда тенге. Если качество дороги не будет выдерживать критики, то плата за проезд не будет взыматься в места, где ведутся ремонтные работы. К примеру, на таких дорогах, как Нурсултан-Павладар. На сегодняшний день в республике насчитывается 4 платных участка протяженностью 682 километра. В рамках программы Нурлыжол до 2025 года планируется довести протяженность до 11 тысяч километров. Куаныши Смогулов, Аймгуль Хайрулина, Служба новостей.